Здравствуйте! В эфире телеканал Житсу. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Вот уже полтора месяца, как казахстанские школьники обучаются в режиме онлайна, а вместе с ними и родители, которые выступают в роли домашних педагогов. В областном управлении образования говорят, это большая поддержка в их работе. Через дня семи за хорошую успеваемость детей решили поощрить многодетных родителей. Таких было отобрано 25 семей. Рассказывает Гульмера Тимиргалиева. Для большинства родителей дистанционное обучение детей – первая практика урока в формате онлайн. Примерила статус домашнего педагога и Ахмарал Донбаева. Пятеро из восьми её детей – школьники. Ахмарал хорошо владеет компьютером. Поэтому проблем с учёбой у дочек нет. Заслуги мамы не остались незамеченными. Главный педагог области Майгулиумарова вручила ей благодарственное письмо, отметив неоценимый вклад родительницы в учебный и воспитательный процесс детей. С уроками особых проблем у нас не было, потому что я умею пользоваться компьютером. В остальном нам помогали учителя. С их помощью мы научились пользоваться электронным дневником, а также подключаться к чату. Узнали, что такое Zoom. К тому же мои дети хорошо учатся в школе, принимают активное участие в различных мероприятиях. У них много дипломов и грамот. Семья Ирины Кропачёвой состоит из 12 человек. Государство всячески поддерживает многодетную мать. В этом году порядка 10 тысяч многодетных и малообеспеченных детей Алматинской области получили компьютеры. В их числе и дети Ирины, которые активно участвуют в процессе дистанционного обучения своих детей. А год назад, благодаря спонсорской поддержке, семья обрела дом. Через неделю завершается учебный год и вместе с ним и дистанционное обучение. В нашем регионе более 411 тысяч учащихся. Последний звонок и вручение аттестатов состоится в начале июня только для выпускников школ. В Казахстане упростили правила миграционного законодательства к иностранцам в переходном периоде. Он объявлен 12 мая сроком на два месяца. В течение этого промежутка к иностранцам, временно оказавшихся на территории Республики Казахстан на момент ЧП, и которые не смогли покинуть страну в установленные сроки, не будут применяться санкции, предусмотренные Кодексом административных правонарушений. Отмечается, что иностранные граждане до 10 июля без каких-либо дополнительных документов могут покинуть нашу республику. Вправе зарубежной гости и заменить просроченные документы. Без каких-либо штрафов просроченные документы в период ЧП смогут поменять и граждане нашей страны. Трудовые мигранты могут обратиться за получением патентов без необходимости выезда за пределы Республики Казахстан и без привлечения к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений. После завершения переходного периода с 11 июля 2020 года к иностранцам, которые не успели урегулировать свой правовой статус, будут применяться меры административного воздействия согласно Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан. Казахстан Военнослужащие проделали огромную работу при выполнении общих целей и задач. В период действия режима чрезвычайного положения на территории страны, на блокпостах, примыкающих к крупному мегаполису Алматы, были привлечены свыше 87 сотрудников военного гарнизона. И сегодня около 100 военнослужащих поощрены от имени руководства региона и департамента полиции Алматинской области. Выражаю чрезмерную благодарность личному составу вооруженных сил от лица департамента полиции Алматинской области. Желаем дальнейших успехов в деле обеспечения и сохранности безопасности государства, жизни и здоровья граждан страны. С 18 мая мечети возобновят свою деятельность, но с определенными правилами посещения. Об этом заявил верховный муфти Казахстана Наурусбайка Ажеталанулы. Будут разрешены индивидуальные молитвы для чтения Курана и проведения религиозного бракосочетания. Однако в силе остаются требования карантина и временные ограничения. Посещение храмов разрешено только в медицинских масках и перчатках. Обязательно и использование антисептиков. Нужно будет строго соблюдать дистанцирование и полтора метра. В специально отведенном месте для совершения намаза должно находиться не более 10 человек. При религиозном бракосочетании не более 4. Общее время пребывания в мечети не должно превышать 15 минут. Добавлю, в отдельных регионах мечети будут открыты в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствии с решениями региональных оперативных штабов. В целях соблюдения требований карантинного режима временно ограничено чтение ежедневных пятикратных молитв, пятничных намазов с джамагатом и таравих намазов. В последующие даты совместных молитв будут объявлены. Также в священную ночь в Хадар-Тюне мечети будут открыты с 7 утра до 8 вечера. Мечети закрыты в ночное время. Поэтому Хадар-Тюне каждый мусульманин должен встретить у себя дома в кругу родных за чтением молитв. Место встречи интернет. Онлайн-концерт для жителей Алматинской области устроили заслуженные артисты республики Канад и Айт-Коль-Кудайбергеновы, которые исполнили популярные композиции собственного сочинения. Сценой для артистов стала региональная библиотека имени Сейфулина. Онлайн-выступление приурочили к Международному дню семьи. В нем приняли участие и дети музыкантов. Исполнители подарили зрителям массу положительных эмоций. Свидетельством тому стало множество теплых и положительных комментариев. Поделилась чета и с секретами семейного счастья. Верность, поддержка и любовь. Вот главные основы семьи. В этом году исполняется 25 лет с момента образования нашей семьи. Столько же времени мы с женой находимся на сцене. Несмотря на частые гастроли, мы с супругой всегда старались уделять внимание семье. Ведь семья – это место, где формируется человек. Мы стараемся воспитывать наших детей и внуков добрыми и отзывчивыми людьми. Хотим, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны и истинными патриотами. У нас четверо прекрасных детей и 11 замечательных внуков. С момента ЧП и по сегодняшний день в формате онлайн мы провели 78 мероприятий. Это концерты, литературные вечера и конференции. Все мероприятия мы транслируем в прямом эфире. Увидеть их можно на наших официальных страницах в социальных сетях. Это были все новости к этому часу. Встретимся на телеканале ЖИЦУ в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова